Всем привет! С вами Сады Беларуси. Записываю свое первое видео как говорящая голова. Поэтому всем привет! Вот он я. Значит, тема видео. Это первая обработка в саду. Часто задаваемый вопрос, так как у нас очень потеплело, хоть у нас конец февраля, сегодня 26-го, но на улице плюс 6, плюс 8. Поэтому часто задаваемый вопрос, когда и чем делать обработку в саду. Значит, первая обработка в саду от болезней от вредителей. Значит, от вредителей. Первую обработку рекомендуется делать препаратами на основе вазелинового масла. Это такие препараты, как профилактин, профилактин био, препарат плюс 30. Это такая масляная эмульсия. Значит, использовать его можно при температуре, начинать использовать при температуре от 4 градусов. Он работает против вредителей, так как это инсектицид. Обладает акарицидным и авицидным действием. Повторюсь, инсектицидное действие это против вредителей, акарицидное действие это против клещей, и авицидное действие это против яиц вредителей, которые зимуют на коре наших растений. Значит, каким инфектом обладает? Масло обволакивает яйцо, насекомое зимующую стадию, и получается у нас эффект удушья. Значит, что тут хотел еще сказать? Минус какой? Что масло это не будет разбирать, хорошее это насекомое или плохое. Будет работать везде, куда оно попало, на тех вредителей или наоборот полезных насекомых. Поэтому перед тем, как делать обработку этим препаратом, хорошо подумайте, стоит ли оно того. Дальше, значит, от болезней. Используются препараты медь содержащие. Это препараты такие, как обигопикт, как бордовская жидкость, хом, ордан, оксихом, индиго. Но, значит, тоже они работают от плюс пяти градусов. Значит, но не забываем, что у медь содержащих препаратов есть два направления. Это препараты на основе сульфат меди. Это тот же бордовская жидкость, которую производит компания Август. И препарат обигопик, это хлорокись меди. Поэтому следующий вопрос, можно ли их смешивать между собой. То есть эти препараты на основе вазелинового масла имеют содержащие препараты. Значит, основная масса информации, которая есть, что нельзя смешивать. У меня такого практического опыта нету, потому что в моей аптечке садовника отсутствуют эти препараты. Потому что я считаю, что это необоснованно дорого для такой обработки. Может быть, где-то на югах это хорошо. Но для Беларуси, для Минска, Минской области, я считаю, что можно чуть обождать и сработать более доступными препаратами с лучшим эффектом. Поэтому, как хорошо работают профилактивные другие препараты, я вам не скажу. Но цена-качество, я считаю, что это неоправданно. Поэтому у меня практического опыта нету. У кого есть, буду рад, если вы оставите комментарий под этим видео. Дальше, значит, препараты, как я говорил, меди, как такие, как Абигапик, на основе хлорокис меди. Производитель Абигапик уверяет, что можно смешивать препараты на основе масла и добавлять туда Абигапик. То есть, не надо, как рекомендуют другие садовники, ждать неделю. То бишь, одна обработка, кто-то рекомендует сначала обработать медью, а через неделю запечатать ее маслом. Кто-то наоборот. Ну, еще раз повторюсь, у меня практического опыта нету, поэтому я никак не могу это рекоментировать. Ну, опять же, производитель Абигапик говорит, что не надо ждать никаких недель. Вполне возможно это сделать совместную обработку. Поэтому, резюмируем. Значит, первую обработку можно делать при температуре от плюс 5 градусов. Значит, можно от вредителя использовать препараты на основе вазелинового масла. Препарат плюс 30, препарат профилактин, профилактин био и так далее. И препараты против болезни, это на основе меди, так как они хорошо работают, опять же, при низких положительных температурах. Совмещать, не совмещать, использовать, не использовать. Ну, пусть каждый решает сам. Когда не стоит делать промывку сада, или еще называется весенняя искореняющая обработка, я расскажу далее, если под этим видео наберется большое количество лайков. Ну, например, 250 лайков, если наберет это видео, я расскажу, когда вот эта первая обработка по спящим почкам, ее можно, так сказать, пропустить и перейти к следующей обработке по зеленому конусу. Спасибо за внимание. Надеюсь, видео было полезно. Здоровья вам, вашим растениям, ваши сады Беларуси. Пока! Продолжение следует...